Приветствую вас на канале RedCatRoblox! Сегодня мы посмотрим обновление в игре Adobe Mi. Итак, ребята, появился новый парк. Перед тем, как туда попасть, давайте я вам покажу небольшой секрет, который мне показал Ghost 6473. И он относится к дому, который называется Замок. Дело в том, что в этом доме есть секретная стена, которая полностью прозрачная. И вам будет очень легко делать там секретные какие-то комнаты. Смотрите, где она находится. В этой комнате. Вот сюда вы просто проходите и все, вы уже попадаете на крышу. Вот такой вот, ребята, маленький бак, но очень полезный, у кого есть подобный дом. Но сейчас, ребята, возвращаемся обратно. Возвращаемся теперь уже в мой дом, в мою IKEA. Я, кстати, уже переделал здесь потолок, все будет выглядеть немножко по-другому. И давайте сразу вернемся к конкурсу. Кстати, кто еще не подписался на RedCat YouTube в Instagram, обязательно прямо сейчас это сделайте. Но сейчас основное. Во-первых, ребят, вот эту вот свечу уже нашли за 12 долларов. Действительно, у меня ее не было. И тот, кто первый мне ее показал, получил от меня или получит от меня 50 робоксов. Потому что три человека мне прислали, что я забыл показать. И один из них уже получил робокс. Смотрите, ребята, вот это почему-то вы все пишите, что у меня его нет. Оно есть, только оно красного цвета. Также это относится и к стаканчику. Он тоже есть, но красного цвета. И бутылочка есть. И даже разноцветные четыре бутылки чуть-чуть дальше у меня тоже есть. Я просто их все перекрасил в красный цвет. Постер. Очень много писали, что вот этот вот постер, он тоже есть, просто он с другой стороны. Ну, а вот этого постера действительно не было. Я его пропустил. И тот, кто первый мне о нем рассказал, получил от меня 50 робоксов. Также, ребята, сейчас я вам покажу еще один предмет, который я упустил. О нем мне тоже рассказали, так что не надо писать. Таким образом, вы уже нашли три предмета. Кстати, вот эта штуковина у меня тоже есть. Не надо о ней писать. Вы уже нашли три предмета. Таким образом, 150 робоксов я вынужден теперь отдать. Но, повторюсь, есть еще один предмет, которого вы еще до сих пор не нашли. Который я загадал. Я его специально не поставил. И пока почему-то, на мое удивление, вы его не нашли. Вы нашли более такие сложные предметы, но вот его никак не находите. Вот это, ребята, не считается. Это не инвентарь. Поэтому не пишите про то, что у меня нет магической двери, хот-дога и так далее и тому подобное. Это оно исчезает, поэтому оно никак не относится к конкурсу, который был. Что, о чем я вообще... А, кстати, вот здесь вот сковородки и все, что относится к кухне. Терка тоже тут, к примеру, может быть, стоять, а не там, где вы ее ожидаете увидеть. Кофеварка здесь есть. Корзины для мусора и так далее. Так, а, и вот в Qt, смотрите, ребята, у меня не было вот этого микрофончика. Действительно, у меня было два стояла, этого не было. Тут же, кстати, кофеварка стоит. И вот, смотрите, слева стоял кулер для воды. Много тоже писали, что его у меня нет. Есть. Все это есть, ребята. Но, повторюсь, есть один предмет, которого нет вообще в моем доме. А, и вот эта кроватка, почему-то вы часто пишите, что нет. Но вы почему-то, я не знаю, я думал, что вы очень быстро угадаете. Так что еще 50 робоксов ждут того, кто найдет, что в моем доме отсутствует. Тут есть абсолютно весь инвентарь. Теперь я уже твердо уверен в этом. Кроме того, что я загадал. Вот, кстати, шар. Он просто у меня выключен, поэтому, возможно, вы его не заметили. И тут есть два фонтана. Что-то тоже про фонтаны вы любите писать, что его нет. Шкаф тут большой, но маленький у меня тоже есть. Но он находится не здесь. Он находится там, где сторидж. Там, где всякие шкафы на мне стоят. Столы и так далее. Так, что еще самое частое вы писали? Ну, в принципе, все. Вот, кстати, огнетушитель слева стоял. Кто-то мне писал, что у меня его нет. Про коврик писали, что нет для... Вот здесь вот нету коврика, который относится к пончикам. Вот, кстати, маленький шкаф, будка, все это есть. Компьютерный стол, сам компьютер чуть дальше, я вам сейчас покажу, есть. Да, здесь коврика нет. Я, кстати, его сейчас перенесу, положу, чтобы здесь он тоже был. Но он у меня есть на четвертом этаже, где была локация посвящена пончикам. Вот там он был, тут коврик. Ну, спасибо, что заметили. Теперь я, кстати, его тоже сюда положу, так что он будет в куче теперь здесь тоже лежать. Так, давайте какого-то питомца возьму. И мы сейчас с вами плавно будем переходить и смотреть обнову. Дело в том, что добавилась прикольная теперь расширенная уже площадка. Если раньше для детей было, то сейчас ее также сделали для питомцев. И наши питомцы теперь могут гулять, наслаждаться, прыгать уже на новой площадке. И сейчас вместе с лисичкой мы туда отправляемся. Короче, ребята, вот здесь вот находится наша площадка. И давайте посмотрим, как тут чего. Ух ты, смотрите, как сразу обрадовался наш питомец, заулбался. У него куча сердечек, куча смайликов. Прям очень понравилось моей лисичке то, что здесь для нее появилась площадка. Эй, а почему карусель не крутится? Камон, давайте покрутим. Кстати, ребята, если вам будут писать, что вам нужно идти на площадку с вашим питомцем, обязательно сюда сходите, потому что за то, что вы здесь выгуливаете вашего питомца, вам дадут целых 40 долларов. Представляете? Не 6, не 7 долларов, а целых сразу 40 долларов. Поэтому обязательно посещайте, ну и, собственно, здесь наслаждайтесь. Так, что тут еще есть, что добавилось? Качели были, насколько я помню, батуты были. Давайте вот эту качельку еще посмотрим. Так, а ну-ка. Ага, вот такая вот, да? Понятно. Тут есть даже какая-то сцена, не знаю, кто тут, питомцы будут петь? Или это для питомцев будут выступать? Микрофон есть покрашенный, которого нет в инвентаре. Ну и еще одна, в принципе, качелька есть, на которой можно покататься. Такая тарзанка, я бы сказал. Питомцев тут нельзя катать. Вы можете самостоятельно только здесь прокатиться. Так, ну что, в принципе, такая вот симпатичная площадка. Я, если честно, ожидал, что еще новые питомцы добавятся, но решили в это обновление их не добавлять. Уоу! Классная горка! Шикарная просто горка. Также, ребята, здесь есть домик. Мне кажется, он был, но я не уверен. Который находится на высоком дереве. Да, вот здесь он находится. И, кстати, у меня появился ледяной дракон, который мне подарила женяша. А за что она подарила? Смотрите на ее канале. Я думаю, сегодня или завтра там уже появится это прикольное видео. Так, ну что, ребят, смотрите. В принципе, тут довольно-таки симпатично все сделали, но достаточно еще много места, чтобы что-то добавлять. Ну, а я сейчас решил отправиться проходить обе, которые я не проходил. Оказывается, за прохождение обе дают бейджики. И, кстати, есть даже сложность 10 звезд. Представляете? 10 звезд. Я там зашел, просто ахнул. Ничего там сделать не смог. Даже далеко от старта не отошел. Никак мне ничего не получалось. Так, что здесь? Давайте смотреть. Ой. Что происходит? Почему? Ой. Что? Так, подождите. Что-то пошло не так. Дэмс. Давайте в другой тогда пойдем. Вот в этот. Тут 3 звезды. Типа более сложный. Тут потом пройду. Так. Ага, действительно обе. Тут можно паркурчик проходить. А я не знал. Я как-то видел домик, но мне что-то не интересовало. Что за обе? Ну, написано обе. Ладно. Проходил мимо. А тут решил зайти. Действительно клево. Можно побегать, попрыгать и попроходить препятствия. Давайте дождемся дня все-таки. Так. Я дождался дня. Днем, я думаю, поприкольнее прыгать. Все видно хорошо. И вам, и мне. Так что буду проходить. Так. Тут у нас высокие деревянные столбики. Эй. А как сюда запрыгнуть? Подождите. А может на питомца как-то? О, с питомца что ли подпрыгнул? Самое забавное, что здесь ничего нельзя использовать. Ни питомца, ни базуку которая, ни гарпун. Ничего, что вам может помочь проходить паркур. Тут все заблокировано. Так что вам приходится это делать очень аккуратно. Если вы где-то что-то делаете не так, то вас кидает на самый старт. Поэтому будьте аккуратны. Я, кстати, попробовал пройти паркур все-таки на 10 звезд. Это просто жесть. Это такая жесть, что я не знаю, как это пройти. Если кто-то из вас прошел, напишите. Мне будет интересно, сколько времени вы потратили на то, чтобы пройти паркур на 10 звезд. И напишите, как вы это сделали. Может, есть какие-то баги, как это можно сделать? Я пока их не нашел. Думал, что не допрыгну. Но все, хорошо закончилось. Так, аккуратненько. И вон внизу я вижу, там уже где-то домик. Наверное, там уже финиш. Такая большая карта. Мне интересно, где эта карта находится. Где-то она запрятана, потому что я нигде не видел эту карту. Может, она в какой-то другой локации или как. Ну, собственно, все, ребята. Я прошел это обе. Пойду проходить и остальные обе. Ну, а кому понравилось видео, обязательно поставьте лайк под этим видосиком. До новых встреч на канале RedCat и канале RedCat Roblox. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok